Какой Росковнадзор? Ну что Росковнадзор? А я тут, это знаешь с кем? Тагаево. А где он? Тагаево, Тагаево. Можно выключить? Смать! Я тут сейчас могу... Даша, ты дура? Как вас зовут, представьтесь. Степанов, Дмитрий Аркадьевич, меня зовут. Должность, звание, часть? Рядовой. Стою на должности снайпера. Войсковая часть 18664. Какой город? Город Чапаевска-Самарская область. Чапаевска-Самарская область? Да. Где вы сами проживали? В военном городке, в этом, в Чапаевске. Собственно, вот соцсеть, инстаграм, target.heat. Ну это я по буквам читаю, чтобы было понятно. И если посмотреть, то не нужно доказывать, что человек откуда, потому что по фотографиям все видно. Скажите, пожалуйста, как вы попали в Украину? Мы поехали ставить лагерь. 11 февраля мы отъехали от войсковой части. И мы поехали ставить лагерь возле границы Курской области. Со стороны Украины это была Сумская область. Вот мы лагерь этот поставили. Спустя примерно две недели мы выдвинулись в сторону Украины. Понимали, куда едете? Я, да, понимал. Понимали. И что думали об этом? Не знаю. У меня было слишком много эмоций по этому поводу. Ну, слишком много эмоций. Можно, в принципе, навести несколько из них. Или можно даже слишком много? У нас неохраничено по времени. Ну, страх и непонимание больше у меня было. Страх и непонимание. Хорошо. Как вы считаете вообще вторгаться на чужую территорию? Это хорошо, плохо, нормально, ненормально? Абсолютно ненормально. Абсолютно ненормально. В рамках чего вы поехали в Украину? Понимали? Когда в страну заезжали, да, я уже понял, в чем суть. Чем обосновывало ваше командование заход? Не знаю. Я имею в виду в рамках чего? То есть в рамках так называемой спецоперации, объявленной вашим главнокомандующим? Нет, никто ничего не объявлял. Когда мы ехали к границе, ну, ставить лагерь, тогда мы говорили, просто учения будут. А когда мы уже от этого лагеря поехали в Украину, вот, нам выдали оружие, мы все это зарядили, я уже понял, что это добро не закончится никак. Никто ничего не объяснял, нас просто раскидали по машинам, мы поехали. Я смотрю, мы будем звонить сейчас вашей бабушке? Да. Почему не маме? Я с ней не общаюсь. Вы же, вас воспитывала бабушка? Да, меня бабушка воспитывала. Я понял. Просто очень много людей попадаются из неблагополучных именно семей почему-то. И такие малообеспеченные. Как-то из Москвы, из Питера, что-то солдатиков я здесь не видел почему-то. За все время. Уже, я не знаю, 60 интервью, может, больше. Самар, все равно миллион их. Самар? Миллионный город? Да, миллион. Нет, ну, этот город. Я живу в пригороде Самары. Там километр 80 от Самары. Город Отрадный. Город Отрадный? Да. Я понял. Хорошо. Вы заехали в Украину далее? Мы ехали целыми днями. Просто ехали. И все. На следующий день. Что ели, пили? Сухопаки. Сухопаки. Запасы воды самые были тоже. Были КамАЗы с продовольствием. Это когда мы двигали в составе общих колонн. Большая колонна была? Ну, начало и конца я не видел. Из своей машины. То есть? Огромная колонна. 100 больше машин. Что там было? Танки, тигры, БМП? Танки. ЗРК. Артиллерийские установки были тоже. Артиллерийские установки. Какие? Саушки. Я не знаю, как она правильно называется. Угу. Хорошо. И? Вот вы ехали, ехали. Ну, ехали на следующий день. Как мы заехали, мы попали под обстрел в Конотопе. В Конотопе? Да. Мы двигались примерно в середине колонны. Ну, по моим расчетам. Вот. А колонну начали обстреливать в начале. Там какие-то партизаны, наверное, или я не знаю, гражданские. Вот, потом передали. Ну, где-то час мы стояли. Потом мы двинулись дальше. И все. Мы так ехали целыми днями. Ехали, останавливались на ночлег. И пообедать. То есть, одна остановка, ну, одна-две остановки где не нас было. Просто напрямь пищу. Вот. И мы доехали уже потом до какого-то населенного пункта, где наша машина сломалась. Ну, мы ехали на МТЛБ. Вот. Там слетела гусеница. Мы сломались. Подожгли ее, сожгли, подорвали. Так. Вот. И подсели к другим машинам. Угу. Которые двигались в составе колонны. И все. И, считай, у нас мы взводом двигались. Или отделением, не знаю. Расформировало нас. Так. Ну, после того, как нашу машину разбили, мы, грубо говоря, сами по себе остались. Так. Ну, остались сами по себе. И как попали в плен? В плен попал. Я вот пересел на другую машину, когда нашу разбили. Последующие дни, несколько дней, три, может быть, мы двигались в сторону Киева и остановились в селе Лукьяновка. Угу. Мы там жили три недели. Так. Где жили? Ну, в окопах жили мы. В землянках. В окопах землянках. Да. После эвакуации мирных жителей. А куда их эвакуировали? Я не знаю. Они сами уехали. Сами уехали. Да. Подняли флаги белые. Написали там на машинах дети. И все. Эвакуировались. Угу. Проверяли машины на выезде? Да, проверяли. Проверяли. Как только они с участка выехали, проверили. Телефоны отбирали? Да. Телефоны командиры все отобрали. Угу. Кроме телефонов что-нибудь еще отбирали? Ну, сигареты-то. Ну, не отбирали, а спрашивали. Ага. Веришь, да? Веришь сейчас, да? Веришь сейчас, да тебе? Ты стоишь с автоматом и выжидай мне сигареты. Ты стоишь с автоматом. Ну, по факту так все было, да. Не желаете ли дать нам пару пачек сигарет, да? Примерно так? Все деньги и за вот это. Ну, вот. Дим, не надо отвечать за них. Пожалуйста. Ну, серьезно. Деньги, они не нужны. Личные вещи досматривали? Досмотр сумок, личных вещей был? Да, досматривали. Насматривали. Таких случаев, чтобы забирали что-то, кроме телефонов и сигарет, не знаете? Знаю. Что забирали? Командир. Командир какого-то взвода, но уже не моего. Даже не моей бригады. Забрал машину у мирного жителя. Вот колонна двигалась, там очень много машин было. Машина хорошая? Ну, я бы сказал, да, хорошая. Паджеро-спорт был черный. Паджеро-спорт, что? Ну, не плохая. Ну, видимо, привернулась ему просто такая машина. Да. Вот он ее забрал. Как мирный житель отреагировал? Как сигаретами? Я не знаю, не знаю. Я встал на это время, в это время на позиции. И потом уже под конец дня я, когда позицию сдавать, смотрю, едет пажерик. Ну, с одной стороны. Вот этот джип в другую сторону. И на нем наши уже опознавательные знаки. А были ли такие случаи, что командиры между собой деребанили на храбренное? Не знаю, я с ними не жил. Ну, понятно, да. В принципе, куда там рядовой. Рядовой же, да? Да. Я бы просто мог перепутать, потому что до 10 интервью в день. Окей. Скажите, пожалуйста, а чем ваши действия отличаются от действий фашистов во Вторую мировую? Ничем. Ну, то есть вы не оправдываете это? Нет. Я согласен с тем, что наша страна, она агрессор. Я понимаю, что прекрасно. Агрессор, как я не знаю, как сказано, я даже не знаю, какие-то слова подобрать. Человечество такое уже не помнит, уже забыло, в общем-то, и вот оно снова началось. А зачем? Не имею понятия, даже не знаю. Ну, то есть вы не представляете, зачем вот ваше правительство решило все это развязать? А, ну, чтобы забрать Донецк, Луганск. Донецк, Луганск, под ними, ну, как сказать, под ними. Они уже там поставили своих марионеточных правителей еще 8 лет назад. И, в общем-то, мы разговаривали с жителями Донецка и Луганска, и они все прекрасно, ну, это все рассказывают, как это все происходило. И, в общем, добровольно, принудительно там понагоняли техники из России, в общем, и поставили своих правителей вот этих. И, по сути, по сути, то есть Россия уже управляет вот этим Донецком и Луганском уже на протяжении 8 лет. Ты просто не знаешь, что Донецк и Луганск в Киевской области? Точно. Донецк и Луганск в Киевской области? Нет. Ну, вы же говорите, там, забрать Донецк и Луганск. Объясняю. Уже давно забрали, возьмем так, грубо скажем, да? Дальше что? Киевская область здесь почему? Я не знаю. Нет, я имею в виду, я сейчас имею такое представление. Россия вторглась в Украину, чтобы забрать Донецк и Луганск. Вот сейчас конкретно я так думаю. Так правильно, а так я же вас и спрашиваю, а Киевская область здесь при чем, если Донецк и Луганск? Киевская область я не знаю. Ну, а как вы себе это объясняете? Вы же были в Киевской области? Ну, я да. 50 километров до Киев? 85. До центра Киева. Я не знаю, что мы там делали. Мы стояли три недели просто так. Ничего не делали абсолютно. Просто жили и все. Никаких не наступательных действий. Ну, только оборона была и все. На позиции их стояли. Дежурили. Короче, вы ничего плохого не сделали, да, я так понимаю? Сделал. Что? Второк себе в страну. С оружием. И ходил по домам, собирал вещи. По каким домам? Какие вещи? По жилым домам ходил. В Лукьяновском в этом дело? Да, в Лукьяновке. Собирал провизию. Вещи какие? Ну, носки, трусы. Носки, трусы? Курки, ботинки, нет? Ботинки, нательное белье. Телефоны, планшеты? Откуда им там взяться? Телефоны, планшеты. Плохо украинцы жили без вас? Вы ходили по домам, смотрели? Нет. Я разговаривал с мирными жителями. Они говорят, до вашего пресса все было абсолютно прекрасно. Так кого и от кого вы пришли защитить в таком случае? Я не знаю. Просто россияне до сих пор продолжают писать, что все равно придем и защитим. Мы пытаемся понять, кого и от кого. Они зомбированы. Нет, так они бы хотя бы сами себе признали, что да, идем захватывать вообще другую страну. Цель? Цель. Землю забрать. Землю у них валом. Что еще какая цель? Поработить народ не получится. Будут с ними бороться здесь, с вашими фашистами, просто до последнего вздоха все. Вас взяли в прям конкретно как? Ну давай уже добьем историю еще. Как взяли в прям? Я сам сдался. А, вы сами сдались? Я сам. Интересно просто, а как это произошло? Ну, когда начался бой, я получил травму ноги. Так. Вот, и считая весь бой, я проезжал в окопе. Ну, ничего не делал. Так. Вот, и спустя, наверное, час, ну, может быть, минут сорок, я вылез из окопа. Посмотрел по сторонам, никого не было абсолютно. Вот. Я начал продвигаться в сторону дома, в котором мы жили. И на полпути меня увидели, ну, свои. Вот. Помогли там, я им все рассказал, все как было. Вот, после этого командир отделения берет с собой несколько человек на разведку. Вот. И говорит, если будет, ну, минометный обстрел опять, то все в дом. Все в одну кучку в угол там забьетесь и сидите. Вот. Если будет противник, то мы все отступаем. Вот. Он ушел, и спустя, наверное, минут пять, я слышу, началась стрельба, огонь. Вот. И слышу противника, и команду отступаем. Я со своей ногой никуда не попрыгал, а просто сидел, смотрел, как все убегают. И все. Ну, вы до сих пор еще плохо ходите, я смотрю. Ну, то есть прыгаете на одной ноге. Да. Да. Ну, и что там, серьезная травма у вас какая-то получается? Что говорят врачи вообще вам? Сделали рентген, сказали осколок в ноге. В ноге остался? Кость. А кость повреждена получается? Да, отколось. Ну, просто вас будут смотреть, можете рассказать своим родственникам, близким. И сейчас не дозвонимся, как будет. Да, я своя же машина придавила. Ну, БМП. Своя же машина придавила? Да. А как это произошло? Когда я разгружал оружие из этой БМП, вот она, ну, механик начал сдавать назад, и моя нога попала, считай, под машину, а я сам стоял на земле. Он же пьяный был? Он? Да. Нет, он не видел просто, куда видит. Ну, не знал, что я сдал. То есть вы же во время разгрузки уже начал назад сдавать это как? Ну, у всех паника, все испугались, все боялись, и, ну, уже был бой. А, то есть вы разгружались во время боя, получается, да? Вот, он не видел то, что я стою за ним, и начал сдавать назад. Угу. Вот. А, ну и потом как? Вы подняли руки, сдались? Или как это было? Нет, я отсиделся в окопе, потом пополз к своим, они все уехали, бросили меня одного. Так как это бросили от себя одного? Ну, просто вот так вот бросили. Так своих же не бросаем? Российская армия, слоган. Первый раз слышу такое. То есть, как это? Первый раз слышу, они везде пишут, они уже все комментарии меня засрали, нахрен этим своих не бросают. Да ладно, это русские. Какие русские? Вы же русские. Простужение? Вы знаете, что бросали свои. Да, ну, конкретно вот на моем примере. А что вы говорите, а эти русские, а вы же, а вы кто, получается? Я тоже русский. Окей, хорошо. Значит, отсиделись, и прошел бой, и как дальше? Ваша поимка в плен, как происходило? Я уже вышел из этого дома, вот. Ну, дом был огорожен забором деревянным. Вот, я уже слышу и вижу через щели забора, то, что там ходят вооруженные силы Украины. Вот, я сидел с одной гранатой, и, ну, докурил, думаю, сейчас я все подорвусь уже. Вот, потом понял, что почему я должен себя подорвать, если у меня судьба такая. Меня машина полностью не задавила, никто меня не убил. Значит, мне Бог помог. Я поражаюсь. Я сам, я вышел, я поднял руки, бросил все в свое оружие, и вышел. И они что с вами сделали? Взяли в плен. Вас пытают здесь? Нет. Издеваются над нами? Нет. Кормят? Кормят. Давай наберем бабушку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я звоню из Украины, я журналист. Вы хотели бы пообщаться со своим внуком? Ой, ну а как же? Я прошу прощения, не плачьте, пожалуйста. Я вас вынужден предупредить, что этот разговор будет под запись. Вы даете свое право? Вы даете свое право на запись и публикацию этого разговора? Да я не знаю. Ну вы, пожалуйста, узнаете там, пожалуйста. Потому что только так я могу вам дать поговорить с внуком. В противном случае не могу. Он где здесь-то ходит? Он возле меня находится. Все, что вам нужно, это дать право на запись и публикацию вашего разговора. И вы с ним будете говорить. Ну ладно, дать я хоть голос услышал. Нет, вы скажите, я даю право на запись и публикацию. В таком случае я вам дам. Я даю запись на публикацию. Я сейчас перезвоню вам, ладно? Не надо мне перезванивать, вы мне не перезвоните. Что у вас случилось? Вы не можете сейчас разговаривать? Я не знаю, это можно так и делать-то. Ладно, говорите. Скажите, что вы и спросите. Алло, привет. Можно в руке держать? Так, получается, слышно. Привет. Привет. Где ты ешь-то? Не говоришь. Я... Дим. В Украине. Я в Украине. Я поняла, что в Украине. Мне что-то еще из Москвы звонили. Со мной все нормально, не беспокойся. Ну, что ты человек? Нормально. Там они вон, что творят нормально. Какой нормально? Не ходи. Что творят, спросите, что творят? Что там происходит? Ай? Что происходит? Где, что происходит-то? Ну, ты говоришь, они там творят. Кто творит-то? Ну, у меня люди. Да, Дима, что-то вы тут болтают же по телевизору. Там не понять ничего. Господи. Да ты не верил. А они все обманывают. Дима, хоть ладно, я рада, что ты жив. Ну, жив хоть. Господи, мы уже не знали, что думать. Уже и дядь Витя подключился, и ищем тебя. Ну, все. Где ты есть? Ой, Дима. Господи. Да что ж такое? Да все нормально. Ну, тебе хоть там ничего не обижает? Дим. Не-не-не. Я живой, здоровый, накормленный. Сплю в тепле. Да. Ну, а как если... Ну, она сказала мне, что ты находишься как-то в Сизу-Туле. Кто? Ну. Ну, вот тут с Москвой звонила. Красный крест? Да, да. Красный крест. Красный крест, да. Все правильно. Ну, да, все правильно. Ну, вот. А вы понимаете, что ваш внук делал это в Украине? Как? Что делает? Ну, что ваш внук делал в Украине? Чего он сюда пришел? Как снайпер. Ну, он попал в плен? Да. Как снайпер. Как вы думаете... Как снайпер? Да. Как вы думаете, что ваш внук делал в Украине? Да что ж все делают, то и, наверное, раз его забрали, он... Как сказать, хотел... Это... А что все русские сейчас делают в Украине? Вообще? Ну, что-то освобождает Донбасс, как я вот знаю. А Донбасс, Донбасс, он что сейчас, в Киевской области, что ли? Да нет. Ну, ваш-то внук-то в Киевской области попал? В Киевской области? В Киевской области. А Донбасс-то за 500 километров-то прахом. Как он попал туда, господи, я ничего не знаю. Кто и знает, как он туда попал. Мы искать, а не могли его найти, где он есть. Я предлагаю позвонить Даше и сказать, на каком канале можно посмотреть это видео. А мы пока... Нет, нет, нет слов, нет слов. Ну, бабушка, ладно, ну, старый человек. Они все там зомбированы. Они никто не знают, правда. Как нам сделать так? Ну, мы, в принципе, это сейчас и делаем так, чтобы неправду узнали. Но подскажите, подскажите, может быть... По соцсетям только пускать все эти слухи. Какие слухи? Да, девушку, Даша. Да уж какие слухи, мы с вами общаемся сейчас примерно 20 минут, так по ощущениям. Вот, пожалуйста, смотрите. Мы изначально все ваши фотографии публикуем, все публикуем, все показываем. Вот это вот у нас происходит. Нет, вы все врете, это фейк. Ну, система... Ну, как? Наша система так работает. Ой, сын... Роскомнадзор там всякий. Так какой Роскомнадзор? Ну, что Роскомнадзор? Алло. Слышу. Привет. Привет, привет. Как вам дела? Ну, у меня не всяк. А я тут, это знаешь, с кем? Хм. Какая вам? Чего, с кем? Согаева. А где он? Согаева, как дела? Можно выключить? Не знаю, только по-русски будете говорить? Да. Ну, сейчас. Подожди, Таджик. Секунду, подожди. Еще раз, что ты в России делаешь? А? Еще раз. Нет, 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 нет. Стой, нет, я не могу по позе. Дай мне труп. Я трехсотый говорю. Ты трехсотый? Да. Где штука? А, блядь. Да ну, просто расскажем. Сильно, сильно. Да мне уже неинтересно. Это, наших там много сдохло? Наших много сдохло, нет? Я пока информация не знаю, я как-то в госпитальку. Понятно. У меня тоже, кстати, ноги пизда. Да, у меня спина уже везде. Это твои наборы. Ничего, все нормально. А что ты делаешь с Таджиком? Он мне испаритель, придачный недалеко сбыл, а мне испаритель не уже дал. И что? Я тут сейчас могу... Даша, ты дура? Что? Не встречайся больше с ним. Прощайтесь. Пока, Даша. Пока, Даша. Я ничего не буду говорить сейчас. Вы, наверное, даже где-то и жалеете, да, что позвонили? Эх, пиздец. Не, вы что-нибудь скажите, пожалуйста, что мы так это не останавливали на этой ноте. Да чуть-чуть, ну, нечего тут говорить. А это он с вами рядом был, я так понимаю? Это с моего взору. С его взору? Да. А как вы думаете, он оказался в России? Трехсотый сказал. Он ранен. Видимо, вывезли кого-то, да, все-таки успели.